Цените себя. Пейте нарза. Приятная новость для автолюбителей. Проезд на перекрестке Рашплевская-Северная вновь открылся. Что изменилось, а что осталось прежним, расскажут Александр Ермолаев и Роман Недельский. На уроке без опозданий в поселке Плодородном появился свой школьный автобус. Тепло поставили на счетчик. Всем краснодарцам на заметку, как сэкономить на отоплении. Супер прогноз погоды не заставит вас ждать. Уже через несколько минут о нем вам расскажу я, Валерия Любарская. Не переключайтесь. Здравствуйте. В эфире новости Краснодар. Сегодня в студии Ирина Фомина. Вместе с коллегами я расскажу вам о самых интересных и важных новостях города. О них прямо сейчас. Долгожданная новость для водителей Краснодара. Сквозное движение по улице Рашплевской между двух зданий торгового центра галереи вновь открыто. В конце сентября глава Краснодара Владимир Евланов на совещании в мэрии обозначил инвесторам последние сроки завершения строительства надземного перехода. Они не раз приносились по объективным причинам. Сначала на участке обнаружились необозначенные на схемах инженерные коммуникации. Затем подвели поставщики стекла для фасада. Однако глава города напомнил о том, что из-за работ, которые идут в самом центре города, страдают жители – и автомобилисты, и пешеходы. Окончательный срок строительства был назначен на 1 ноября. Мы больше не будем вам выдавать никаких разрешений на продление, закрытие улицы Рашплевской, участку улицы Рашплевской под строящимся переходом. Имейте это в виду. Поэтому ваши сегодняшние обещания конечные и не подлежат никакому продлению ни при каких обстоятельствах. О выполнении данного на совещании обещания строители отчитались даже на один раньше срока. С сегодняшнего утра автомобилисты вновь могут включать всю улицу Рашплевскую в свой ежедневный маршрут. Подробнее о том, как теперь организовано движение в районе торгового центра галерея, узнал Александр Ермолаев. Сроки открытия проезда неоднократно переносились. Последний был назначен на 1 ноября. Строители успели раньше. Сейчас здесь идут завершающие работы. Обустраивают тротуары, устанавливают знаки и регулируют работу светофоров. В сущности порядок движения не изменился. Будут действовать те же правила, что и до закрытия проезда. Потому привыкать к нововведениям автолюбителям точно не придется. Сейчас проезд открыт только для автомобилей. Однако строители обещают, уже в эти выходные наладят движение общественного транспорта и пешеходов. Кстати, парковаться под переходом будет также запрещено. Но и тем автолюбителям, которые пренебрегают правилами дорожного движения, придется раскошелиться на кругленькую сумму. Александр Ермолаев, Роман Недельский, телекомпания «Краснодар». Транспортные проблемы решились и у школьников поселка Плодородный. Вместо родителей на уроке теперь их отвозит школьный автобус. В новом рейсе вместе с учениками, депутатами и представителями окружной администрации ранним утром побывала Виктория Пилипенко. У родителей школьников поселка Плодородного появилось свободное время. Детей на уроки вместо них теперь отвозит школьный автобус. Собственного учебного заведения в поселке нет. И доставить детей в школьный микрорайон в сотую школу всегда было проблемой. Возили на транспорте, на общественном. Когда договаривались, например, с кем-то, кто едет. Ну, в основном сами, своими силами. Ждали автобус на повороте, на нашем. Когда не было автобуса, голосовали. Очень было проблематично. Дождь, снег. Мы стоим, ждем. Больше ждать не придется. При содействии депутату Гурдумы по 22-му избирательному округу Анны Ольховой автобус школьникам выделили. Расписание утвердили. Время сюда прибытия автобуса 7.20. Значит, в 7.20 он отправляется, это первая смена, в школу сотую. В 7.40 он уже в школе. Первый рейс, как презентация нового альбома рок-группы. К дверям не протолкнуться. Школьники занимают места и пристегиваются. Автобус оснащен всем необходимым для перевозки детей. От ремней безопасности до связи с водителем. Вместе со школьниками в тест-драйве нового рейса участвуют представители администрации округа и «Единой России». Серьезный вопрос сегодня решен. Рэшон – это безопасная, я подчеркиваю, безопасная доставка наших детишек из плодородного вот сюда в сотую школу. Это говорит о том, что позиция наших депутатов очень активна. Автобус, в общем-то, оборудован всеми необходимыми средствами безопасности для перевозки детей. Прежде всего, это ремни безопасности. Система ГЛОНАСС, которая позволяет отследить путь движения автобуса. В Прикубанском округе Краснодара 31 школа, и многие из них расположены в пригороде. В общей сложности 2500 детей ежедневно перевозили еще на прошлой неделе 60 школьных маршрутов. Сейчас их в округе 61. «Наш губернатор края и глава нашего города Владимир Лазаревич Ивланов делает все, чтобы выполнить социальные программы, что они у нас ни в коей мере не сокращаются, несмотря на всевозможные кризисы, дефолты. Я как депутат, я должна делать тоже все, чтобы выполнять наказы избирателей. Один из наказов, который был в выборную кампанию, это обращались родители с просьбой, чтобы организовать подвоз детей в школы». Автобус заезжает прямо на школьную территорию и высаживает детей у дверей школы. Теперь здесь его место прописки. В течение дня он должен совершать по пять рейсов между поселком Плодородным и сотой школы. Но числиться будет по-прежнему на балансе департамента образования. То есть бензин, запчасти и зарплата водителя не станут головной болью ни родителей, ни школьной администрации. «Для нас это новый опыт. Но я надеюсь, что все у нас получится. Потому что самое главное, что у нас это совершилось, то, о чем так долго мечтал поселок Плодородный и его ученики, и его дети. Надо, конечно, найти человека, который будет обязательно сопровождать детей». Сопровождающего нашли и после трех дней курсирования рейса родители из поселка Плодородного собрались в школе, чтобы вместе с депутатом обсудить результаты тест-драйва. Школьный автобус, говорили жители поселка, в отличие от рейсового, ходит регулярно. А на 46-й маршрут надеяться было нельзя. «Естественно, он всегда приходил не по расписанию. То есть расписание существует, но за счет пробок детей мы не могли вовремя отправить в школу. Сейчас никаких волнений по поводу, где наши дети, как они доехали, нет». Виктория Пилипенко, Марина Магданова, Роман Недельский и Михаил Дроздов. Телекомпания «Краснодар». За тепло в квартирах краснодарцы могут платить меньше. В городских многоэтажках устанавливают счетчики на отопление. Сегодня они есть уже почти в 400 домах. Такие приборы учета позволяют отслеживать, сколько энергии требуется для обогрева квартир и не переплачивать за тепло. Особо это ощутимо, когда за окном теплая погода, а отопительный сезон уже начался. Один счетчик стоит от 150 до 250 тысяч рублей. Приобретать и устанавливать их должны сами жильцы. Мера затратная только на первый взгляд. В департаменте городского хозяйства утверждают, что дорогостоящий прибор быстро окупается. Кроме того, можно воспользоваться рассрочкой, которую ресурсоснабжающая организация предоставляет на 5 лет. Теплощетчики устанавливаются обязательно только на те дома, где потребление тепловой энергии составляет более чем 0,2 калории в час. Таким домам, то есть пятиэтажки, пятишестеподъездные и все, что больше. То есть девятиэтажные дома, десятиэтажные. Подробнее узнать об установке счетчиков можно в теплоснабжающей компании или в департаменте городского хозяйства по телефону 267-0106. Все возможное для улучшения качества воды в домах горожан делают сейчас и специалисты Краснодар-Водоканала. Рабочие продолжают промывку водопроводных сетей. Это ежегодная компания. В 2013 очищено уже 25 километров труб в различных районах города. В ближайшее время определенные неудобства будут испытывать жители улиц Новороссийской, Ставропольской, Переходной, Карасунской, Чапаева, Енисейска и других. Полный список мест предполагаемых работ можно найти на сайте городской администрации krd.ru. Попробуйте и выберите свой нарзан. Минеральную воду уникальной технологии прямого налива. Нарзан золотой попадает в бутылки напрямую из скважины без дополнительной газации. Цените себя, пейте нарзан. Но мы продолжаем и вот темы, которые ждут вас во второй части выпуска. Вешалка всех болезней. Кубанские немецкие хирурги обмениваются опытом лечения позвоночника. Чем закончилась ночная погоня полицейских и что нашли в машине у жителей Адыгеи? Об этом в рубрике «Происшествия». Куда еще можно будет направить материнский капитал? И какой из кубанских городов предпочли российские семьи для осеннего отдыха? Об этом в рубрике «Ваши деньги». В ближайшие два дня Краснодар станет площадкой для общения лучших вертебрологов страны. Это доктора-специалисты в области проблем позвоночника. Научно-медицинская конференция проходит в первой краевой больнице. Ее тема очень актуальна. По статистике, 80% населения планеты страдают заболеваниями позвоночника. Медики называют основу человеческого скелета вешалкой всех болезней. Поэтому задача вертебрологов – выявить и вылечить патологию на ранней стадии. В ходе конференции хирургам дал мастер-класс главный врач клиники ортопедической спинальной хирургии из Германии Грегор Островский. Это одна из ведущих клиники Европы, которая специализируется на болезнях позвоночника. Доктор медицины рассказал коллегам о новейших методиках лечения, массажных технологиях и физиотерапевтических процедурах. Однако, светило немецкой хирургии приехал в Краснодар не только делиться опытом, но и перенимать его у краснодарских врачей. Известно, что в первой краевой больнице проводят все виды операций на позвоночник. Краснодар сегодня уже второй раз принимает гостей. Конференция становится ежегодно. Для того, чтобы скоординировать наши действия, нам чему-то, у кого-то поучиться, кому-то у нас. В целом, эта область сейчас развивается. В краевом центре открылся первый на юге России специализированный офис трейдеров. Секреты успешной торговли на финансовом рынке узнала и наша съемочная группа. Банковские вклады не радуют низкими процентами. Желайте увеличить свой доход. Теперь для жителей Краснодара сделать это стало проще. В краевом центре открылся первый на юге России консультационный центр финансовой компании ММСИС. Здесь каждый желающий сможет узнать о возможностях международного валютного рынка Форекс и о том, как с его помощью приумножить свой капитал. На западе инвестирования валютный рынок практикуется давно и успешно. У нас же оно только набирает популярность. Все больше краснодарцев интересуются рынком Форекс. А с появлением специального центра от компании ММСИС получить столь ценные знания о нем можно совершенно бесплатно. Так сходу человек не может начать торговать на финансовых, валютных рынках. Необходимо получение дополнительных знаний. Это один момент, который препятствует развитию трейдинга. Специалисты консультационного центра с удовольствием расскажут о принципах работы валютного рынка. А также подскажут, как можно зарабатывать на нем, даже не имея опыта и профессиональных знаний. К примеру, с помощью инвестиционной программы «Индекс ТОП-20» на инвестора будут работать сразу два десятка лучших трейдеров компании. Поэтому такой способ капиталовложения весьма эффективен. И что важно, инвестором программы может стать практически каждый. Для этого вовсе не нужен солидный стартовый капитал. Более детально ознакомиться с условиями «Индекс ТОП-20» можно на официальном сайте компании ru.forex.mmsys.com. Надо сказать, что многие жители нашего города уже слышали о компании ММСИС. И задумываются о тех возможностях получения дохода, которые она предлагает. У меня есть счет в банке, но не совсем не устраивает, маленький процент. Я решаю, что дальше делать с ним. А знакомы ли вы с такой фирмой, как ММСИС, рынок форекс? Реклама идет, приходит мне смс, в том числе я в ящик почтовый, на сайт заходил. Узнать больше информации и получить ответы на интересующие вас вопросы вы можете в информационно-консультационном центре ММСИС по адресу. Город Краснодар, улица Красная, 206. Кстати, сотрудники центра обещают, ни один клиент не уйдет с пустыми руками. Дарья Безинская, Александр Ермолаев, Дмитрий Забелин, телекомпания «Краснодар». Миру грозит дефицит вина. К такому выводу пришли американские аналитики. Многие годы потребление этого крепленного напитка превышает производство. В прошлом году населению планеты не хватило 300 миллионов ящиков вина. Это самый высокий показатель за последние 40 лет. Весьма своевременно на этом фоне выглядит активная поддержка кубанских виноградарей и производителей вина. За пять лет в рамках долгосрочной краевой программы они получили на развитие производства более 300 миллионов рублей. Кубанские вина по достоинству оценили европейские потребители. Множество международных наград, известных выставок тому подтверждение. О других полезных экономических новостях расскажет Андрей Уральский в рубрике «Ваши деньги». IT-компании получат льготы по страховым взносам в пенсионные медицинские фонды и фонд социального страхования. Ставки снизятся с нынешних 30% до 14%. Этот законопроект уже одобрен правительством. Но не все фирмы попадут в список льготников. Только те, в которых трудятся не более 7 человек. В Министерстве связи и массовых коммуникаций, которое явилось инициатором этого законопроекта, считают, что снижение налоговых ставок поможет создать 25 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Краснодар попал в десятку российских городов, выбранных родителями для путешествия с детьми во время предстоящих осенних каникул. К таким выводам пришли специалисты известных серверов онлайн-бронирования отелей. В нашем городе семейный отдых займет в среднем 4 дня. За одни сутки пребывания в краснодарских гостиницах родители готовы выложить 2,5 тысячи рублей. Возможностей для хорошего времяпрепровождения в дни осенних каникул в Краснодаре будет достаточно. 3 ноября в Кубанской столице состоится Ночь искусств. Все желающие смогут посетить музеи и театры нашего города. Материнский капитал можно будет потратить на развитие бизнеса. Автором этой идеи является Министерство труда и социальной защиты. Если она будет одобрена, стать предпринимателем на деньги семейного капитала матерям позволят в 2017 году. Минэкономразвитие считает это предложение неактуальным. По мнению министров, желающих рисковать деньгами при открытии бизнеса будет немного. При этом такая идея не соответствует концепции программы материнского капитала, средства которой должны идти в первую очередь на удовлетворение насущных потребностей семьи. Это все о деньгах. До встречи. Попробуйте и выберите свой Нарзан. Минеральную воду – уникальные технологии прямого налива. Нарзан серебряный, сильно газированный, специально для тех, кто предпочитает более насыщенный вкус. Цените себя, пейте Нарзан. Мобильный телефон есть у 86% жителей мира, а у многих даже не один. По данным Forbes, число подключенных к мобильной связи к концу 2013 года превысит количество жителей Земли. Тенденция рынка рождает спрос на надежную и недорогую связь. В Краснодарском крае услуги сотовой связи предоставляют 4 оператора. Более 1 миллиона жителей Краснодарского края сделали свой выбор в пользу Теледва. Прокуратура Центрального округа взяла под контроль расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка. Авария произошла ровно неделю назад на пешеходном переходе на улице Красной. Водитель скрылся с места, но позже был задержан. По решению суда он заключен под стражу. О других происшествиях за минувшие сутки расскажет Саида Шагужева. Краснодарские автоинспекторы устроили погоню за пьяным вооруженным водителем. Житель Адыгея, управляя автомобилем предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался скрыться от полицейских, проигнорировав требования остановиться. В результате началась погоня. Она продолжалась недолго. На улице Захарова беглец остановился, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент его настиг автоинспектор ДПС. При задержании мужчина еще и пытался оказать сопротивление. В ходе досмотра автомобиля стало ясно, почему. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При составлении материала и досмотра автомобиля в автомобиле было обнаружено водительской двери в свободном доступе 12 патронов 12-го калибра. Также в багажнике было обнаружено ружье немецкого производства, которое было в собранном состоянии, без чехла и с наряженными двумя патронами. Объяснить, почему он сел за руль в таком состоянии, задержанный не смог. Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции. Он привлечен к ответственности за то, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также будет решаться вопрос о наказании за нарушение условий ношения, хранения и перевозки оружия. Санкция этой статьи подразумевает штраф в размере от 500 до 2000 рублей, либо лишение права на оружие на срок от 6 месяцев до года. Краснодарские полицейские закрыли притом для занятия проституцией. Он располагался в одной из городских бани. Оперативники выяснили, что в этом помещении девушки оказывали услуги интимного характера. На момент проверки в бане находились две, как предполагает следствие представительницы древнейшей профессии. Они объяснили, что таким способом зарабатывали на жизнь. В отношении девушек составлены административные протоколы. Им придется выплатить штрафы от полутора до двух тысяч рублей. Также на момент проверки в помещении находилась сотрудница бани, которая являлась администратором данного заведения. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 ст. 241 Организация проституции, либо содержание притона, в отношении предполагаемого организатора данного незаконного вида деятельности. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В Краснодаре участник квалификационной комиссии и преподаватель подозреваются в получении взятки. Следственным отделом по Центральному округу возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора Ростехнадзора и преподавателя учебного комбината «Краснодарстрой». Они подозреваются в коррупции и посредничестве в получении взятки. По версии следствия, в сентябре этого года в учебном комбинате один из местных жителей проходил курсы обучения по профессии крановщик. При этом, считают следователи, преподаватель курсов предложил обучающемуся передать взятку члену комиссии для последующего успешного прохождения аттестации. Такое предложение будущему крановщику заманчивым не показалось, и он сообщил об этом в правоохранительные органы. 27 сентября этого года мужчина вновь встретился с преподавателем и передал ему требуемые 3 тысячи рублей. Преподаватель, в свою очередь, отдал деньги инспектору Ростехнадзора. После этого, дальнейшие действия подозреваемых были пресечены прибывшими полицейскими. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Предполагаемого кредитного мошенника разоблачили в Краснодаре. Правоохранители возбудили уголовное дело против мужчины, предоставившего в банк поддельные документы для получения кредита в размере 5 миллионов рублей. По версии следствия, 32-летний житель Краснодара предоставил в банк фиктивные налоговые документы, которые доказывали, что фирма, в которой он являлся генеральным директором, может выступать заемщиком. Получив деньги, злоумышленник скрылся, но место его нахождения оперативникам уже известно. Сейчас устанавливаются причастные к этому преступлению сотрудники банка. На углу Северной Ливаневского этой ночью камеры видеонаблюдения зафиксировали необычную активность. Все началось с того, что мужчина, видимо, под определенной порцией алкоголя, вышел прямо на проезжую часть. На этом его приключения не закончились. Он залез на капот, а затем и на крышу остановившегося автомобиля. Впоследствии у него завязалась драка с хозяином машины, которому, видимо, не понравилась такая бесцеремонность. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не приехавший наряд полиции. Оперативникам удалось быстро всех утихомирить. А теперь к другим дорожным происшествиям. На Октябрьской Лениной иномарка протаранила маршрутку. Женщина за рулем легковой машины забыла уступить, переезжая главную дорогу. К счастью, все участники ДТП отделались ушибами и испугом. На Красной и Комсомольской правилами дорожного движения пренебрег велосипедист. Его сбила иномарка, водитель которой, видимо, не ожидал, что из-за угла выскочит двухколесный транспорт. Его водителю понадобилась помощь врачей скорой помощи. На Красных партизан и Сочинской столкнулись две иномарки. Водитель одной из них хотел перестроиться, а второй участник дорожного движения не проявил желания уступить. На Красноармейской и Буденово не разъехались КамАЗ и иномарка. Водитель грузовика, вероятно, не заметил, кто там крутится у него под колесами. На постовой иномарка, остановившаяся, чтобы пропустить пешеходов, получила удар сзади. А на трамвайной и Мачуге такая же участь постигла отечественный автомобиль. Кстати, ваше видеоаварии других городских ЧП тоже может попасть в эфир. Присылайте его на наш электронный адрес newssobakatvkrasnodar.ru Это все криминальные новости на сегодня. До встречи. Напомню, в эфире новости Краснодар сегодня. Впереди еще много интересного. И вот о чем вы узнаете уже совсем скоро. Спешу поделиться радостью. Сегодня познакомился с чемпионом мира по боксу Олегом Маскаевым. Результат этого знакомства смотрите в рубрике интервью. Наш ответ Олимпиаде. Акция «Кубань навстречу играм в Сочи» продолжает определять своих чемпионов. Во второй части прогноза я расскажу вам, как обстоят дела на Черноморском побережье, в вашем родном городе Краснодаре и перенесусь на секунду на свою родную планету – Криптон. Спонсор рубрики «Прогноз погоды» – Черноморская финансовая компания. Здравствуйте, друзья! Что ж, настал черед самого героического прогноза в истории кастинга. Я, Валерия Любарская, используя всю свою суперсилу, помогу вам узнать о погоде за эти три дня, что я на земле. В очередной раз мой список супергородов Краснодарского края не подвели горячий ключ, Тимрюк и Крымск. В пятницу возможен дождь – днем плюс 14, ночью плюс 10. Суббота далеко не ушла. Такой же градус днем – плюс 14, но ниже градус ночью – плюс 8. В воскресенье обещают быть ясным – плюс 15 днем и плюс 8 ночью. Как для меня криптонит является слабостью, так и для вас землян дождь является поводом не выйти на улицу или не выгулять собаку. Надо протестировать Тимошевск, Тихорецк и Ейск. Днем в пятницу плюс 14 и тот самый дождь, а ночью будет плюс 8. День субботы повторяет пятницу – плюс 14 градусов днем и уже плюс 7 градусов ночью. Пасмурное утро воскресенья сменится довольно приятным осенним деньком – плюс 16, а вот ночью при плюс 4 даже я могла бы замерзнуть. Хотя нет, моя неуязвимость мне в помощь. Я незаметно продвинулась к Ропоткину, Армавиру и Лобинску. Нужно здесь разведать обстановку и не нужна ли здесь помощь местным жителям. Днем в пятницу плюс 14 градусов, ночью плюс 8. В субботу 1 ноября будет день и будет 15 градусов тепла, а ночи достанется всего 6 градусов. Завершит это все теплое воскресенье – плюс 17, а вот ночь будет самая холодная – всего плюс 3. Что ж, даже героям нужен отдых. Я пока слетаю в солнечную Сицилию, а вы можете сварить себе кофе. Не переключайтесь. Пять лет – это много или мало? Пять лет Черноморской финансовой компании. Это больше полумиллиона квадратных метров жилья. Свыше 12 тысяч счастливых семей. Подарки всем покупателям в период с 1 по 30 октября. Партнер акции – магазин «Техносклад». Подробности на сайте www.bsfc.com 4 ноября в баскет-холле пройдет вечер бокса. Главная интрига – поединок между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Олегом Маскаевым и британцем Дэнни Уильямсом. Изначально наш спортсмен планировал взять реванш у американца Кори Сондерса, но тот не смог приехать в Краснодар. И поединок отменился буквально за неделю до выхода боксеров на ринг. Сумел ли Маскаев перестроить тактику боя под нового соперника, выяснял Алексей Шулепов. Коллега, вам слово. Большое спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, я думаю, все уже знают, что Сандерс не приедет в Краснодар. Бой состоится. Мы увидим Олега Маскаева на ринге здесь в Краснодаре в баскет-холле. Да, совершенно верно, что такого не может произойти, чтобы боя не было. Не помешает это. Но я думаю, что Кори Сандерс, я не знаю, с чем это связано. Наверное, может, травму получил при подготовке. Но единственное, что, к сожалению, к большому, что он не приезжает. Для меня тоже неудобно, потому что нового соперника Дэрми Вильямса нашли. Это с Англией боксер. Тоже очень серьезный боксер. И вот эта замена для меня, конечно, она очень неудобна. Но я думаю, что неделя, которая у меня есть, мы немножко подстроимся. И я думаю, что будет интересный бокс. Так что приглашаем всех, чтобы приходили и болели. Вы были в Анапе. Сейчас Краснодар. Почему Краснодарский край, с учетом того, что все остальные бои были, за исключением Саранска, были в Москве или в Ближнем Позмосковье? Почему Краснодар? Как так получилось? Потому что промотор Кирилл Пчельников, по городам России проводят шоу боксерские, непосредственно с Федерацией бокса, с Вяткиным Владимиром Николаевичем, вице-президентом, они организовали, организовывают этот матч. Я думаю, что будет очень интересный бокс, потому что люди, которые организовывают, они очень профессиональные люди, занимаются своим делом. Я понял по приезду, что все то, что происходит, происходит правильно, очень профессионально. И сам баскет-холл, место, где будет проведение, я посетил, впечатлен. Очень больших размеров, прекрасный такой современный европейский спортивный комплекс, где, я думаю, загорятся огни. И вот пятачок ринга осветит, когда выйдут бойцы. А бойцы, я знаю, что и будет за титул чемпионов мира драться. Будет очень интересный вечер. Помню, как в Саранске, в Саранске предстоящий мой поединок, после него... Это родина отца? Да, родина папы, да. Когда провели бой мой предыдущий, и было шоу, люди были впечатлены, потому что ринг остался полностью багровый. Так что приходите, будет все интересно. И я думаю, что будем стараться и нуждаться в вашей поддержке, нуждаемся в вашей поддержке. Очень много боев вы провели в Соединенных Штатах. Насколько важно для вас то, что этот бой проходит в России? И вообще, отличаются ли бои, те, которые вы проводите в России, от тех, которые вы проводите за границей? Ну, в последнее время, вот как я вернулся, я только провел третий бой мой в России. Для меня это очень приятно. Тем, что моральная поддержка. Предыдущая защита у меня была в конце 2006 года, звание чемпиона WBC, именно в Москве проходила в Олимпийском. И знаете, при поддержке своих поклонников, то есть своей земли, вот России, было намного приятно. Я вот всегда говорю, надо чемпионские бои проводить всегда дома. Где всегда поддержка, где тебя там не засудят, где будет справедливый бокс. Если говорить о семье, как семья реагирует на то, что вы занимаетесь боксом, я в том отношении, что все-таки довольно жесткий вид спорта. Я знаю, что далеко не каждая жена, далеко не каждая мама выдержит, когда вот так вот родного человека на ринге мутузят. Ну да. Ну, я думаю, что мои женщины, супруга моя, мои дети, они переживают всегда. Дочерью, у вас четыре дочки. Да, четыре дочки. Переживают за меня всегда, и старшие все сразу звонят и говорят, или поздравления мне присылают по смс-ке там, сбрасывают. Вот. Ну, что я могу сказать про супругу? Она уже как бы родилась со мной в этом боксе, вот прожила много времени. Вот она к этому привыкла. Мама, мама, конечно, я ее на бокс, когда происходит, я стараюсь ее держать в стороне, потому что она очень переживает за это. А для меня это моя работа, это то, что я могу делать, то есть это моя жизнь, вот, это то, что доставляет удовольствие моей душе. Ну что ж, спасибо большое, Олег, что пришли и ответили на наши вопросы. И вам, уважаемые зрители. Спасибо. Я хочу сказать, что вот мое-то общение с Олегом за кадром продолжится, а вы вот завидуете и смотрите дальше наш выпуск новостей. Всего доброго. В рамках шоу в баскет-холле 4 ноября также встретятся российский боксер Давид Аванесян и аргентинец Карлос Эрера. На кону этого боя будет стоять так называемый пояс Балтики. Чемпионство по версии WBC Балтик в полусреднем весе. И в продолжение спортивной темы. В Краснодаре проходит акция «Кубань навстречу играм в Сочи», посвященной Олимпиаде 2014. В первой городской школе в рамках акции провели турнир по стритболу. От баскетбола он отличается меньшим количеством игроков на площадке и ее размерами. В борьбе за первое место сошлись четыре команды учеников. В битве предшествовало торжественное открытие. Почетным гостем была заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ Наталья Гулей. Такие акции отметила спортсменка «Хорошая» подспорье в деле воспитания подрастающего поколения. Это очень важно, потому что патриотизм должен быть не только в каждом ребенке, в каждом взрослом человеке. И мы должны нести эту миссию и доводить детей, что это очень гордо, что мы россияне и патриоты своей Родины. За три с половиной года проведения краевой акции «Кубань навстречу играм в Сочи» в самых отдаленных уголках нашего региона побывали 45 олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Эти встречи подвигли многих детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом. Встретились мы вновь. Я Валерия Любарская и ты заинтригованный землянин. Пожалуй, стоит рассказать тебе, как обстоят дела на Черноморском побережье. Что ж, прибрежные города Новороссийск, Геленджик и Анапа до сих пор могут принимать отдыхающих. В пятницу будет плюс 16 днем, плюс 13 ночью. Суббота недалеко ушла. Днем плюс 17, ночью плюс 10. Солнечное воскресенье дарит плюс 18 днем и плюс 11 ночью. Я для себя сделала пометку самых теплых городов Краснодарского края. В этот неофициальный рейтинг беспрепятственно вошли Сочи и Туапсе. В пятницу плюс 17 днем и плюс 14 ночью. Суббота плюс 17 днем и плюс 13 ночью. И самым жарким будет воскресенье, плюс 18 днем и плюс 15 ночью. Хорошо, нужно же рассказать о точке своего вещания, в славном городе Краснодаре. В пятницу погода порадует краснодарцев, плюс 16 днем и плюс 12 ночью. Оставаться солнечным будет Краснодар и в субботу, плюс 17 днем и плюс 12 ночью. Хоть воскресенье опять самое теплое, днем плюс 19 градусов, ночь же будет прохладной, плюс 9 градусов. А сейчас будет очень сложная, но важная для жителей Краснодара фраза. По данным стационарных автоматизированных постов, уровень загрязнения атмосферного воздуха по замеряемым веществам в районе пересечения улиц Тургенева и Аторбекова и в районе улицы Постовая соответствует низкому. Что ж, вы узнали о погоде в своем родном городе. Я тоже хочу узнать, как там обстоят дела на моей родной планете Криптон. Все не так плохо, как я думала. Небольшой метеоритный дождь. В пятницу плюс 500 градусов, ночью несколько выше, плюс 540. Надеюсь, маме не станет плохо из-за неустойчивого радиоактивного давления. Пусть наша погода дает нам силы на новые свершения, какой бы она ни была. С вами была Валерия Любарская. Всегда с вами, всегда на Страже Погоды. Новые квартиры в жилом комплексе «Восток». Выбор, которым вы будете гордиться. Перспективный район, доступная цена, надежный застройщик. Строй электросевка в монтаж. Мы строим ваше счастливое будущее уже сейчас. Звоните 992 05 45. Цените себя. Пейте нарза. Краснодарцы смогут увидеть бриллиантовую корону Российской империи. В кубанскую столицу привезли реплику ювелирного шедевра. Это творение смоленских мастеров. Для изготовления копий большой императорской короны им понадобилось почти полгода и более 11,5 тысяч бриллиантов. Стилистически реплика повторяет оригинальное изделие 18 века. Весит она чуть больше двух килограммов, практически как и настоящая. Исполнена в золоте, в отличие от старинной регалии, которая сделана из серебра. Кроме того, выдает копию современное декорирование каркаса, огранка камней и их закрепка. Она хранится у нас в хранилище. Хранилище хорошо охраняется, постоянные круглосуточные краны, поэтому мы не волнуемся. Кроме того, корона застрахована. Страховая стоимость 100 миллионов долларов. Настоящая регалия, которой короновались все императоры, начиная с Екатерины II, сегодня хранится в сокровищнице Алмазного фонда России. Последний раз корону использовали в 1906 году на торжественном открытии Первой Государственной Думы. Копия же, в отличие от оригинала, путешествует по городам России. Она уже побывала в Москве, Санкт-Петербурге и на Сахалине. В Краснодаре ее открыто продемонстрируют завтра в одном из ювелирных салонов города. В рамках проекта «История одной картины» запорожцы Ильи Репина впервые приехали на юг России. Переговоры о том, чтобы выставить шедевр на обозрение в Краснодаре, велись 8 лет. Посмотреть, как писали письмо султану казаки, можно в музее Коваленко. Но не только легендарное полотно привезли на суд краснодарского зрителя. В экспозиции подлинные образцы казачьего огнестрельного и холодного оружия второй половины 17 века. Редкие книги и еще несколько полотен и карандашных портретов, созданных художником Репиным. Потомки запорожцев единственно сохранили свои казачьи регалии, то есть жалобную грамоту, которую мы копию здесь показываем. Потом сохранили книги Межегородского мужского монастыря. На Старайсе они туда уходили заживать свои дни. И книги попали тоже на Кубань. Вот эту культурную основу мы решили показать. Плюс добавили из частной коллекции холодное огнестрельное оружие. Это лучшая на юге России коллекция. Она подобрана параллельно тем вещам, которые на картине изображены и которые могли быть у казаков во время их службы. То есть это подлинные вещи того времени. Это, по моему разумению, очень хорошо культурным слоем украшает эту коллекцию. А так это выставка одной картины, которую мы 7 лет договаривались, наконец-то привезли с Русского музея. Ну а Краснодар готовится широко отметить День народного единства. Уже известна программа праздника. Начнется он в субботу, 2 ноября, пробегом велосипедистов. Любителям двухколесного транспорта предстоит принять участие в историко-краеведческом этнокультурном квесте под названием «Город ста народов». Задача участников, а их будет около 300 человек, за определенное время выполнить ряд заданий и быстрее всех пройти маршрут. В воскресенье горожан приглашают на большой авиационный праздник. Он будет посвящен 75-летнему юбилею Военно-воздушной академии и пройдет на ее базе. В этот день свое мастерство продемонстрируют ведущие пилотажные группы ВВС России «Стрижи» и «Русские витязи». Гости праздника смогут близко познакомиться с летной техникой, стоящей сейчас на вооружении страны, увидеть показательные выступления парашютистов. Вход бесплатный. Основные же народные гуляния развернутся в парках и скверах 4 ноября в понедельник. В городском саду, например, пройдет конкурс народных талантов. А в Чистяковской роще свои знания можно будет проверить в исторической викторине. Главный же праздничный сюрприз будет ожидать краснодарцев и гостей города на Пушкинской площади. Здесь для горожан споет легендарная российская группа «Земляне». На сцену выйдет также и рок-группа из Крыма «Ундервуд». Финальным аккордом вечера станет фейерверк. А теперь внимание. Опасные и одновременно смешные парни посетят Краснодар. Кто они и чем занимаются, расскажет Мария Медянская. Цените себя. Пейте нарза. Что самое лучшее в Краснодаре? Чем же так опасны эти мальчики? И какая она, живая вода? Это лишь малая часть того, что вы найдете на нашем сайте tvkrasnodar.ru. Ну а более подробно обо всем об этом расскажу вам я, Мария Медянская. Если вы желаете узнать, что же самое лучшее у нас в Краснодаре, но пропустили выпуск этой программы или не записали телефон, не расстраивайтесь. Теперь вы можете посмотреть каждый выпуск в интернете. Для этого нужно зайти на сайт tvkrasnodar.ru, в раздел «Проекты», выбрать «Лучшее в Краснодаре» и наслаждаться. Неизменно желаю вам взять от жизни только «Лучшее в Краснодаре» и за его пределами. «Опасные мальчики» — это не угроза для Краснодара. Это криминальная комедия, на которую стоит сходить. Почувствовались. У меня традиционер в машине не работает. А у вас какая? Красная. С нами на связи один из главных героев — актер Владислав Котлярский. Он нам и расскажет более подробно об этой постановке. Владислав Юрьевич, расскажите всему Краснодару, чем же так опасны эти мальчики. Скажите, пожалуйста, эта комедия предназначена для определенного круга людей или на нее все же можно прийти всей семьей, с детьми, например? Ну, не знаю, наверное, по нашему телевидению, возможно, вы ее бы дали с какими-то ограничениями, но у меня многие родственники ходят. И, в общем, есть какие-то дети, знакомые, которые посмотрели уже спектакль раз в пять. Что бы вы сказали своим будущим зрителям, чтобы они уже наверняка посетили эту постановку? Дорогие жители Краснодара, приходите к нам на спектакль «Опасные мальчики». Там будут ваши любимые артисты, будет весело, озорно, смешно. Ну, я надеюсь, вы не зря проведете свое время, получите массу удовольствия. Это был Владислав Коплярский. Ну, а если вы заинтересовались криминальной комедией «Опасные мальчики», не упустите возможность ее посмотреть 21 ноября. Если же вы любитель чистейшей воды и постоянно фотографируетесь возле источника своей радости, для вас есть хорошая новость. Партнер нашей рубрики объявил конкурс на лучшую фотографию возле воды. И не важно, где эта вода находится – в стакане, в ванной или даже в море. Так что, если у вас есть такие фотографии, отправляйте их на электронную почту «Нарзан-2014-собакамейл.ру». Ну, а победители выберет творческая группа компании «Нарзан». Следите за нашим сайтом tv-краснодар.ру и будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь и желаю только хорошего настроения. В финале выпуска предлагаю еще раз вспомнить основные события этого дня. Краснодарцы стремятся к снижению затрат на оплату коммунальных услуг. Порядка 400 городских многоэтажных домов на сегодняшний день оборудованы приборами учета тепла. Это позволяет оплачивать услугу отопления не по нормативу, а по показателям теплощетчика, что существенно ниже. Устанавливаются теплоузлы за счет средств хозяев квартир. Стоимость прибора учета варьируется от 150 до 250 тысяч рублей, но она быстро окупается. Обзавестись общедомовым теплощетчиком можно в рассрочку на 5 лет. Городские депутаты решили многолетнюю проблему жителей поселка Плодородного. Теперь доставкой детей в ближайшую школу номер 100 занимаются не родители школьников, а новый автобус. Современная машина оснащена всем необходимым для перевозки детей. Ремнями безопасности, средствами связи с водителем, системой ГЛОНАСС. Лучшие специалисты страны в области лечения заболеваний позвоночника собрались для обмена опытом в Первой краевой клинической больнице. Мастер-класс о новейших методиках врачевания, массажа, физиотерапевтических процедурах краснодарским коллегам преподнес главный врач одной из ведущих ортопедических клиник Германии Грегор Островский. Однако и сам специалист намерен изучить наработки врачей Первой краевой больницы, осуществляющих все виды операций на позвоночнике. На этом у меня все. Наши новости можно найти на сайте tvcrasnodar.ru. Я же с вами прощаюсь и желаю только добрых новостей и отличного настроения. До встречи. Вода. Миллионы лет она сопровождает нас каждое мгновение и остается началом самой жизни и ее продолжением. Кисловодский нарзан. Уникальная минеральная вода природной газации. Цените себя. Пейте нарзан. Кисловодский нарзан. Кисловодский нарзан.